приветствую просмотрел ролик на красном тв и прочитал текстовый его вариант поиск пролетариата итоги ссылки на источник будут под видео вкратце олег двуреченский и его коллеги стали изучать что такое пролетариат где он находится и сколько его и какая роль ему уготована в современном мире после просмотра у меня появилось много вопросов ну я не считаю себя экономистом философом политологом или тем более историком я только учусь и мне крайне неудобно понимаю свою ограниченность вышеперечисленных знаниях подвергать сомнению некоторые утверждения целого историка который скорее всего заканчивал еще историка философский факультет и он как весьма активный человек с коммунистической как он о себе заявляет идеологии ну по идее должен понимать некоторые вещи получше меня но и не озвучивать эти вопросы и комментарии я не могу ибо для кого он старался для читателей и зрителей коим я и являюсь а посему хотелось бы разъяснение некоторых позиций озвученных олегом начал выписывать цитаты из текстового варианта и понял что объем получается явно больше чем позволяют комментарии под видео пришлось писать целую статью ответ на этот ролик и выкладывать ее на текстовом ресурсе желающие могут ознакомиться с полным вариантом этой статьи по ссылке в описании под видео но хочу предупредить там очень много букв и занудство поэтому скорее всего она будет интересна только людям глубоко копающим тему а в этом ролике я разберу только несколько цитат так сказать для затравки наиболее интересных с моей точки зрения и так в начале олег призывает не быть ортодоксальными догматиками и схоластиками по теориям двухсотлетней давности речь идет о марксистко-ленинской теории но почему-то требует ни в коем случае не менять некоторых формул данных в ранних работах маркса и энгельса ибо это может привести к ошибкам далее он утверждает что ленин именно проанализировав количество и качество стачечного движения и выделил группу которая являлась авангардом пролетариата я так понял речь идет о таком понятии как диктатура пролетариата которому ленин дал определение проанализировал количество и качество стачного движения вы серьезно то есть не экономическое положение этого класса не его место в производстве не его место в распределении материальных благ кое он сам же и производит не сплоченность и дисциплинированность коллективов а посему и возможность коллективным действиям а только количество и качество стачек далее олег приводит результаты исследования его команды по сбору статистики на основе первых пунктов формуле определения пролетариата за которую олег и выступает высчитывается количество пролетариата в современном мире приводятся различные графики и таблицы и на основе этих исследований можно понять что процент промышленных и сельскохозяйственных рабочих во всех странах сейчас сокращается а процент трудящихся сфер и услуг напротив увеличивается следующие исследования продиктованные пятым пунктом формулы которая звучит так получает ровно столько чтобы восстановить свою способность к труду и умрет с голоду если не продаст свою рабочую силу проводится скрупулезная оценка доходов которые получают высчитанное ранее по первым пунктом формулы количество пролетариата после чего олег наконец вычисляет истинный по его мнению пролетариат вооружившись мнением и данными росстата который ограничивает трудящихся с размером заработной платы не позволяющим осуществлять накопление имущества и финансовых средств а также наращивать свои профессиональные качества путем дополнительного образования всего двумя прожиточными минимумами почему два ни один не три учитывались ли в расчетах иждивенцы у тех кто получает больше двух минимумов не работающие или работающие жены с родом ниже двух дети родители и самое главное а товарищ олег знает о таком понятии как стоимость рабочей силы которая кстати как раз бы подошла под пятый пункт столь близкая олегу пятипунктовой формулы пролетариата знает ли он что именно стоимость рабочей силы эта стоимость при которой трудящийся как раз и может только восстанавливать свою рабочую силу не делая накоплений знает ли он величину этой стоимости она легко просчитывается ссылка будет в описании под видео знает ли что если трудящемуся платят ниже этой стоимости которая составляет значительно больше и двух и трех и даже четырех прожиточных минимумов я про современную россию то это никак нельзя назвать восстановлением своей способности к труду что оплата меньше этой стоимости как раз и означает вымирание трудящегося а никак не его восстановление то есть по мнению олега зарплата более двух минимумов скажем в 30 тысяч позволяет полноценно жить современному трудящемуся и даже создавать накопление можно купить жилье на 30 тысяч качественно питаться на 30 тысяч получить полноценный отдых медицинскую помощь в полном объеме так а забыл а как же семья надо же еще ребенка содержать на 30 тысяч ибо это воспроизводство рабочей силы кормить одевать устроить в садик школу вуз лечить на отдых возить да это не пролетарий получается чуть ли не капиталист зарплатой более двух минимумов еще и накопление по мнению ростата может делать а то что при таких зарплатах люди вынуждены работать больше физиологической нормы некачественно питаться не иметь медицинской помощи в полном объеме нормального отдыха для восстановления сил и это все ведет к хронической усталости заболеваниям и ранней смертности при таких зарплатам людям сложно содержать детей падает рождаемость или может рождение детей это не восстановление рабочей силы что там говорит тот же росстат про рождаемость и смертность это ли не вымирание трудящихся которым даже не доплачивают до того самого пятого пункта который почему-то ограничен товарищем двуреченским двумя прожиточными минимумами то есть где-то около 23 тысяч рублей вот на основе цифр статистики замешанных на недостаточном знании или понимании теории делаются следующие выводы цитата узкое ленинское определение и детализированное представление данное в работах принципы коммунизма и манифест на сегодняшний день не отражают картину доминирующим отрядом эксплуатируемых наемных работников которые далеко не всегда являются пролетариатом является сервис азиат приехали получается пролетариат пролетариат в понимании олега почти вымер и дискредитирован отсутствием статичной борьбы об этом в статье подробнее а также подкуплен большими зарплатами капиталистов более двух минимумов и больше не представляет ценности для революционной борьбы зато появился какой-то доминирующий класс сервис азиат который не производит стоимости а занимается по сути распределением тех благ что произвел тот самый почти умерший и малочисленный пролетариат о котором говорит олег выше при том распределением даже не вторичным а наверное третичным отсюда могу предположить что олег с командой не вполне понял капитал маркса а именно теорию стоимости в частности ее возникновение и распределение в обществе что вряд ли можно приписать владимире ильичу ленину то есть олег не понимая сути заменил качественные характеристики класса положение в экономической системе отношения к средствам производства к виду деятельности количественными характеристиками то есть количеством представителей и цифрами дохода при том сильно исказив даже количественную характеристику но тем что необоснованно использовал фильтр в два минимума не зная или не понимая такого понятия как стоимость рабочей силы которая имеет научное определение на данный момент легко просчитывается для разных видов трудовой деятельности да да расчеты кстати разные к примеру у грузчика и медсестры разные потребности в питании потому и продуктовая корзина для работников с различной нагрузкой для восстановления рабочей силы рассчитывается соответствующим образом а также масса других пунктов ну а тут всех под одну гребенку два минимума ссылка на расчеты будут под роликом вот на основании этих исследований и аргументов нам предлагают сделать вывод что пролетариат как класс практически вымер и его значение для борьбы полностью обесценено но не все так плохо потому что нарождается новый революционный класс сервис азиата что видимо и требуется пересмотреть теории марксизма-ленинизма далее опять цитата без понимания сложившейся ситуации простое апеллирование к работам середины девятнадцатого столетия а следовательно выстраивание тактики и стратегии борьбы на основании этих работ играет на руку современному финансовому капиталу и не отражает интересов львиной доли современных эксплуатируемых наемных работников ну тут сомнительно кто на чью руку в результате играет тот кто просто апеллирует или тот кто в результате поверхностного изучения как следствие непонимания теории делает ошибочные выводы и несет их в массы счастливо